А мы хороший, позитивный, добрый. Какой еще? Некрасивый. Да почему ты так выглядишь? Сурово. Да, лысый бородатый. Ответ очень простой, потому что мне так нравится. Все. Я не буду поддерживать сомнения других людей. Мне будут говорить там сбрей бороду, отрасти волосы. Так это моя жизнь. Я как хочу, так и выгляжу. Я не буду под диктовку жить других. Я метис. По маминой линии у меня Грузия. По отцовской русский. Вот борода растет. А то, что люди подумают, да, может суровая внешность, но не узнав действия человека, нельзя мнение сразу о нем сказать. Я вообще не думал, что я тренером когда-то буду. Я пришел такой, думал, блин, в ГБР пойду там, буду там ходить такой. Ох, суровый. Я не думал, что я вообще с детьми могу найти общий контакт. Из космоса, что ли, пришло? Не из космоса. От бабушки и от мамы. У меня бабушка работала почти всю свою жизнь в воспитательном детском доме. Мама также, она, у нее свой хор детский. Воспитание дало, наверное, такое восприятие правильной жизни. И сейчас я передаю вот эти качества воспитания. Были планы отучиться и идти туда работать. Потому что прокуратура, надзирательный орган наказывает тех, кто делает плохо. Я за справедливость всегда топлю и буду топить. Но потом случилось так, что не пошло и не поехало. Закончил Самарскую гуманитарную академию, САГУ. Пять лет отучился. И есть дополнительное образование. Это учитель физкультуры. Не стал прокурором, да? Сейчас бы ходил со звездочками на поконах. Ну, не знаю, как прокурором, как помощником. Грустно от этого как-то? Нет, я понял то, что вот это мое. Быть наставником. Наставником для детей. И помощником для людей. Ух, как рифму прям. Моя мечта, которая была раньше, это не что по сравнению с тем, что я сейчас делаю. Работая в торговом центре, сотрудником группы быстрого реагирования, я видел, когда собираются в компании подростков. И понимал то, что, ну, им делать нечего. Вот они стоят, матерятся. Подходил и сначала делал замечание там. Не надо, ребят. Ну, так плохо. А что они? Подходит лысый, бродатый, сделал замечание. Ну, ладно, все, давай, до свидания. История моего создания движения. Мальчик Толя, ему на тот момент, не помню, 13 или 14 лет было. Они жили в маленькой комнатке. Умирает папа в автокатастрофе, умирает мама от цирроза печени, умирает сестра от пневмонии. И мальчика отдают в детдом. И я решил, вот, ради него создать свое движение и развиваться с детьми. Чтобы дети знали, куда направлять энергию, знали, чем заниматься и что делать правильно. Увидел его в торговом центре, его отпустили погулять. И я как раз был на смене. Я говорю, Толь, слушай, у меня есть такая идея. Давай ты возьмешь своих пацанов, я договорюсь, чтобы нам зал выделили в подстепках бесплатно. Ты придешь пацанами и проведем, я тебе проведу тренировку. У меня, ну, армейский рукопашный бой, элементы. Сам бы обучался я у меня, личный тренер был. Они такие радостные были, довольные. Бесплатная тренировка. Довольны они были в том, что на них обратили внимание. Я вот смотрел, как он улыбается, когда он отжимается. И я понял, я не могу это забросить. Начал пригласить тренировок по разным направлениям спорта. Ну, просто нарастало количество детей, как с Рафаном ради у нас ходилось просто. О, Антон тренировку проводит, Антон Тренировку проводит. И местные начали приходить, приходить, приходить. И нас все больше, 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 больше было. Зал нам, администрация сельского поселения предоставляет бесплатно. Просто у меня все в совокупности. Энергии много, все хочу сказать. Даже вопрос не надо задавать. Сам все расскажу. Дети из многодетных, малоимущих семей. Потому что спорт бесплатный. Потому что никогда не брал денег за тренировки. Больше полторы тысячи тренировок я провел за пять лет. А в тот момент у меня зарплата была 20 тысяч на работе. Сейчас чуть больше, 25. Все. Мой единственный доход и заработок из всего то, что есть. У меня нету счастья в деньгах. Но какого-то определенного. Я не стараюсь зарабатывать больше. Не знаю, может это как-то и плохо. Мое движение – это смена поколения в лучшую сторону. Это мотивация на добрые поступки, на спорт. И на уважение к ближнему и помощь нуждающимся. Перед каждой тренировкой я провожу лекцию. Стабильная – это пять тем лекций. Против алкоголя, против курения и помощь нуждающимся. Я знаю даже, кто часто это пробует, а кто не часто. Даже знаю, кто попробовал алкоголь, а кто не пробовал. Я не тот, который, знаете, стоит так, вот 20 отжиманий, вот это плохо, вот это хорошо, вот это не надо делать, курить не надо, пить не надо, это плохо. Я рассказываю, почему не надо это делать. То есть я с ними веду диалог. Как там, хей, расскажи там, что там, как у тебя вчера день прошел, что ты сделал хорошего, что плохого. Я всегда даю два задания добрых. То есть два задания надо сделать, два добрых дела. Перед каждой тренировкой. Добрые поступки, кто совершал? Все, все, что ли? Посуду помыл? Красава, соседу опять же? Шел чисто случайно в городе, увидел, как женщина упала, подошел, сказал, вам помочь ссать, она спускала, типа, да, я помог. Ни один мой воспитанник, который ходит ко мне на тренировку, он не пройдет перед тем, кто лежит на улице. Он подойдет и спросит, я говорю, не важно, пьяный ты или какой, подойди и спроси, нужна ли помощь. Может, у человека сердце плохо. И, конечно, очень хочется, чтобы такого было много. Не только в Самарской области, не только в подстепках, вот за рождение, в подстепках, в глуши просто. А сейчас мы по всей России известны, наше движение. Как ты называешь свое движение? Достойные. Это дети достойные уважения. Причем я сначала не знал, как назвать. Я думал, ну, спортивное движение, потому что мы на спорте будем, кроме этого, двигаться там, как-то развиваться. А потом с утра проснулся, просто сверху, бам, достойный. Я такой, что такое, как так? Если, значит, мне пришла эта мысль, значит, так оно и будет. Как я могу воспитывать в детях добро? После тренировки я понимал, вот мы идем зимой, а вот есть одиночки, бабушки, дедушки, а им никто не помогает, кто им будет снег убирать? Просто стучимся в ворота, а вам нужна помощь. Какая? Да вот мы можем снег убрать. Давайте. А у вас лопата есть? Есть. Давайте, ребят, уберем. Да давайте. Раз, убрали, два. В итоге мы на постоянной основе убираем снег. Бабушкам, дедушкам. После этого я узнал то, что в Ягодном сгорает дом у многодетной семьи, там пять детей, и сгорает дом, короткое замыкание. И я такой думаю, ребят, а поехали съездим и разберем завал. Почему бы нет? Ну, не младших брало, а старший состав. Три с половиной часа разгребали завал просто. Все чумазые, черные, но мы помогли. И я просто это все сфоткал. Сфоткал вот то, что случилось. И подумаю, ну, выложи в интернет. А вдруг кто привезет продукт в питание, одежду, почему бы нет? И выложил в какую-то там группу, что ли, не помню точно. Ну, это что, 19-й год был. И она звонит, говорит, Антон, нам одежды привезли, продуктов привезли, мне денежку перевели. Я такой, нифига себе, интернет как помогает. Я такой думаю, блин, а почему бы мне не помогать с помощью добрых, отзывчивых людей? То есть я всегда указываю реквизиты у тех, кто нуждается. И вот за 3,5 года моей помощи именно погорельцам я помог 56 погорельцам. Ни разу не предъявляли тебе, что мошенник? Нет. Есть такое понятие хейтеров, которые, что бы ты ни делал, какая у меня борода и лыси не была, они все напишут против. Есть такие, кто пишет, да он мошенник, но адекватные люди понимают это. Так я же указываю номер-то не свой, а их. И им все денежки приходят. За 3,5 года я сейчас даже прям что вспомню. Более 25 детям смертельно больных заболеваний я организовывал и помогал в сборе средств. Более 70, в общем, семьям, малоимущим, многодетным, которым я помог, продуктами питания и одеждой. Примерно 30 инвалидов, которые обращались ко мне, которые не могут ходить. Ты собой гордишься? Конечно. Я горжусь собой и горжусь теми, кто помогает добрыми людьми, которые просто не проходят мимо. Для меня самая главная выгода, когда помощь оказана, когда ребенок улыбается, пожилой чувствует себя довольный, радостный человек. И смертельно больные люди могут понимать то, что у них есть надежда. Вот эта моральная выгода в виде счастливых людей для меня самая главная. Лекарства. На лекарства мне и ей без конца лекарства. А где деньги вы берете? А вот пенсии. А то, что кроме пенсии? Кроме пенсии. Вы, наверное, обратили внимание, мешки стоят в коридоре. Ходила, баночки собирала пивные, сдавала на хлеб, на молоко, когда уже совсем ничего не было. Сколько дней вы вот такой мешок собираете? Ой, это два месяца уже стоит. И за этот мешок сколько дадут денег? Ну, рублей 150-200, может. Я обычно баночки собирала в час ночи. И вот парень один говорит, бабуль, вам не стрёмно собирать? А я говорю, да уже сейчас не стрёмно, говорю, поначалу было стрёмно. А что, помочь больше некому? Я говорю, нет, некому. А девушка говорит, а я знаю, кто вам поможет. Через несколько дней появляется Антон. Пришёл и начал он мне помогать. Все те, кто оказал помощь Женайде Константиновне, выражают себя душевную благодарность за то, что вы есть. И это очень сильно помогать тому, кто в трудном жизненном положении. Всем тем, кто принял участие в помощи. Спасибо вам. Я даже, дусь, парфамилия его не знает. Это вот действительно человек от Бога. Вот это ж надо вот приехать, найти и добровольно вот такое организовать. Я говорю, ты наш местный мессия, говорю. Он помогает и погорельцам. И там ребятишка, что-то он там тренирует где-то, с ними ходит по дворам, где-то там чистит, чего. Вот сколько времени у него это, столько энергии у него. Естественно скажу, я очень часто выгораю. Раздавая энергию, я выгораю очень часто. И, наверное, почему один? Потому что все время туда уходит. Восполнить как? Восполняю, когда вижу счастливых людей, наверное. Я даже сам не знаю, я не могу сказать точно, когда сплю. Вот действительно, я когда сплю, я отдыхаю. У меня нету какого-то другого отдыха. Я вот выспался, я так себя классно чувствую, когда я нормально выспался. Когда мне с утра не звонит и не говорит. Вот у меня очень часто, Валентина Сергеевна, ей 80 лет. Мы ей ходим, убираем снег 4 года. Вот прямо уже убираем. И она мне может и ночью в 2 часа позвонить. Антон, когда придет снег? А я только с работы пришел суток. Я хочу поспать, но не могу телефон выключить. Потому что своим воспитанникам я говорю о том, что когда вам нужна какая-то помощь от меня, вы в любой момент мне можете позвонить и сказать, что нужна какая-то помощь. На душе вам плохо или еще что-то. Всегда, что бы ни случилось. Когда вы себя плохо чувствуете, звоните мне. Работа с детьми, это нелегко. Это я такой сейчас на эмоциях, на амбициях. Эй, здорово вообще все. А с детьми работать, это очень много. Тоже энергии уходит, очень много. Еще будет классно. Смотрите дальше. Минимум там человек 15-20 приходит, да? Максимум под 50-60 придут. Я один. Потому что сейчас, на данный момент, нету таких тренеров, волонтеров, которые могут приехать и помочь. Будешь так продолжать в общении женщины? Ну, да все равно найдется. Она найдется и детей нарожает. На счет 3, готовы? Раз, два, три. Сила! О, молодцы! Покладывай, ребенок! Я кто? Я тот, наверное, который помогает руками Бога. О как! Я, наверное, так скажу. Смело. Ну, я не понимаю, почему у меня такая судьба помогать людям. Я не знаю, с чего это. Это, наверное, сверху. Я человек верующий. Он меня направляет. Вы мне сейчас задаете вопрос, ты кто? Я задумался. И мне как-то сказали. Бог помогает людьми, людям твоими руками. Я такой, нифига себе. Ну, так-то, да. Так-то оно может и есть. Субтитры создавал DimaTorzok